Казанский федеральный университет на протяжении многих лет занимается решением актуальных проблем преподавания математики в вузах и школах не только Республики Татарстан, но и страны в целом. Так, на площадке Высшей школы государственного и муниципального управления прошел пятый международный форум по математическому образованию IFMI 2024. Он собрал светлые умы России в одном месте и предоставил возможность объединить свои силы для поиска ответов на самые важные вопросы современной науки. Во второй день мероприятия с приветственной речью выступил первый проректор, проректор по научной деятельности Казанского федерального университета, доктор физико-математических наук Дмитрий Таюрский. Он отметил важность изучения математики для понимания естественных исторических и экономических наук. Сегодня жизнь показывает, что математическое образование нужно не только для тех, кто занимается естественными науками, проблемами. Сегодня искусственный интеллект, робототехник, может, ленивый не говорит. Сегодня без математики невозможна биология, генетика невозможна без математики. Сегодня экономика, естественно, тоже невозможна без математики. Только вопрос учить их правильно все считать. В истории математические методы также набирают вам цифровые методики, набирают свой вес. Поэтому вопрос к тому, как учить математику, конечно, очень актуально. В рамках форума прошло пленарное заседание. С докладами выступили именитые ученые и профессора. Профессор Института цифрового образования Московского городского педагогического университета Сергей Григорьев отметил, что Казань является высокотехнологичным центром России. А также упомянул, что считает ее своей родиной, несмотря на то, что уже много лет живет в Москве. Кроме того, он рассказал, почему важно готовить будущих учителей математики. Я считаю, что Казань – это один из центров, если не самый высокий центр математической науки в нашей стране. Поэтому я думаю, что подготовка учителей имеет кумулятивный эффект. Если мы готовим учителей, тех, кто будет учить будущих математиков, и чем лучше мы будем готовить, тем лучше будут эти будущие математики. И в конечном счете эти ребята смогут развивать нашу науку. А математика – это основа всех наук. Пленарное заседание продолжилось обсуждением новых тем. В большинстве своем связанных с математикой в школах и более тщательной работой над учебниками. Доктор физико-математических наук Михаил Кирсанов рассказал о том, что ценность образования состоит в том, чтобы ставить задачи, а не учиться ради оценок. В завершении второго дня масштабного форума прошел мастер-класс от доцента кафедры теории и технологии преподавания математики и информатики Института математики и механики имени Лобачевского. Марина Фолилеевой. Она рассказала студентам о частных случаях решения задач с параметром в школах. Завершающим стал мастер-класс интернет умных вещей Александра Агафонова, заведующего кафедрой высшей математики и математического моделирования Института математики и механики имени Лобачевского. Она полезна для участников ноти, и каждый смог найти для себя что-то важное и необходимое для продолжения своих исследований. Напомним, что организатором форума является Институт математики и механики имени Лобачевского и Научно-образовательный математический центр Приволжского федерального округа. Влада Голубева, Елизавета Газизянова, Николай Асуховский, Тимур Ахметов. Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова